Первый раз пришел в церковь, поднимите руку, пожалуйста. Встаньте, мы вас... Представьтесь. Ну, я поняла, да. Откуда вы? Керчь. Читали книжки про Керчь в детстве. А вы откуда? Питера. Да, давайте поприветствуем. Давайте таки поприветствуем. Да, присаживайтесь. Я знаю, в Керче катакомбы есть, читала. Чайтух, чей вы в... Керчи? Катакомб, Керч. В Керче има катакомби. Да, еще у нас Надежда, да, по-моему? Вы первый раз вообще в церковь пришли? Приходи. Все, давайте поприветствуем еще. Днеси, Надежда, за первый порт. Надежда? Да, поприветствуем. Да, очень рады все видеть. Прям я смотрю, весь зал в белых одеждах. Много с радостью мы увидимся, где его в белых одеждах. Я представила, как мы все в белых одеждах представим. Я себе представлю, как мы его в белых... Праведники. Праведности, да. Дрехи на праведности. Да, и предстанем пред Господом все белых одеждах. Да, и предстанем пред Господом в белые дрехи. Спасибо. Я, знаете, хотела поблагодарить... У нас почти вся церковь сегодня пришла вовремя. Иска, да благодаря на целую церковь. Пусть все все пришли на время. Давайте повторим, что такое прийти вовремя. Дайте повторим, какво это дойдешь на время. Я говорила. Да, без пятнадцати. Одиннадцать без пятнадцати на время. Почему? Потому что есть время помолиться, да? За что? За что то есть время, да, помолим? Пообщаться. Да, потому что вы ехали, если вас подрезал кто-то... И вышли из себя. Помогайте. Вышли из себя. Да, у нас есть время здесь успокоиться. Имаме время, да се успокоим. Даже бывает такое, что мы с женой поругались по дороге, пока ехали. Някога здесь случилось даже и с женой, да се скараш, докато путуваш. Пришли, успокоились, помирились. Дойдохте, успокоихте се и се примирихте. Чтобы не тратить драгоценное время поклонения. Да не губим драгоценное время поклонения. Потому что наш Бог есть Бог порядка. Понеже наш Бог и Бог на ряду. И устройство. Аминь. И устройство. Мне нравится про саранчу, как написано в притчах. Соломон пишет. Хрисон, как пишет за... Во впритчах на Соломон, как пишет? Про саранчу. Кокол. За штурче. Да. За штурчето. Написано, что у них нет царя, нет начальника. Пишет чинямат, ни то царь, ни то начальник. Но они выступают ровно. Стройно. Стройно. А знаете причина в чем? Знаете ли, какая причина-то? У нас есть... Вот знаете, написано в Библии, да, чтобы старицы учили молодых. Пиши в Библии, что старцы требуют учить молодых. У нас старец нет, да, у нас все более-менее молодые. Но у нас есть две Наталии, которые всегда приходят, всегда везде, заранее. Я вам даю пять минут собраться с мыслями, чтобы дать совет. Как вы достигли того, что приходите всегда раньше. Как достигнухте това, что идут и всегда на время. Знаете, у нас тоже мы разные моменты в жизни проходим. Знаете ли, различные моменты в жизни минават. Я поделюсь тем, как у нас дочь была подростком, и она всегда везде опаздывала. Причем, когда ей было шесть-семь лет. Слышно, когда у тебя была она шесть-семь годинки. Она сама вставала, готовила себе завтрак. Я сама оставила, готовила себе закуска. Выходила в школу вовремя, была очень дисциплинированная. Но когда стала подростком, это просто вообще что-то. А нам нужно в церковь. Нам нельзя опаздывать. И не треба да закасняваме. А мы готовы. Не сме готовы. Нервничаем, но что ты, где ты, когда ты выйдешь. А потом мы вычислили, что нам нужно выйти, сесть в машину. И дать ей пять, максимум десять минут. Мы так и делали. Выходили за десять минут раньше. Не тратили нервы. Не се сердихме. Не спешили. Не брзахме. И приходили спокойно на службу. Бяхме на время. А теперь она сперва, вон, приходит. А сега тя вече първа пристига. Можете поделиться секретом, почему вы всегда вовремя приходите. Можете ли да споделите секрет, защо винаги сте на время? Чувство на отговорността. Чувство ответственности. Първо трябва нещо да направим. Что-то сделать, чувство ответственности. И не люби, чтобы ее ждали. Во сколько вы встаете? Во сколько вы встаете? Дисциплина. Всегда в одно время. Винаги поедно, что время дисциплина. А встаем в пять сутрин, то? В пять утра встает. Вообще не ложитесь. Ага. А почему вы вовремя всегда приходите? Заранее. Вовремя это за 15 минут. Почему вам так? Почему так? Да. Слышно, с особичем дойдем точно на время. Да. Смотрите, ответственность. Взаимная ответственность. Вижте, взаимная отговорность. Да. Ну не зря в Библии написано, чтобы старших. У нас старец еще нет. Они лет через 50 старицами станут. Когда берешь какое-то служение. Это тебя дисциплинирует. Слышь, что ты дисциплинирует. Надо брать служение, и будете вовремя приходить. Хорошо, спасибо. Взим это служение, и в Инаги доедут и на время. Да, слава Богу. Ну, у меня была другая проблема. Я, наоборот, всегда заранее приходила. И даже, когда приходила на свидание с парнями, приходила заранее. И приходилось где-то прятаться. Ну, неудобно же было. Мне много удобно. Тоналиму мечта закоснявать. Да, так что я хочу сказать, что вот когда в прославлении, вы чувствуете, когда приходит помазание, да? Я скажу, куда-то в прославлении идёт помазание. И написано, мы двигаемся в свободе, да? В свободе Духа Святого. И пище, куда-то не сдвижим в свободный Дух на Господь. И музыканты начинают импровизировать. Музыканты, певцы. Но это может достичься только тем, что до этого они много репетировали и тренировались. Свобода в Духе Святом – это не значит, делаю, что хочу, когда хочу. Свобода в Духе Святом – это когда я профессионал своего дела. Когда я профессионалист на своё дело, я дисциплинирован. Я подкован. И когда приходит движение Духа Святого, я готов двигаться за Ним. Когда я иду на Духе Святого, я готов двигаться за Ним. Поэтому просто нужно сказать себе вовремя. Это значит без пятнадцати... Сколько у нас служение начинает? Это значит без пятнадцати одиннадцати. Сдосмена времени, и не треба да скажем, что на время 11 без пятнадцати. Потому что наш Бог есть Бог порядка и устройство. Бог на Риде и устройство Духа. Хорошо. Есть свидетельства у кого-нибудь? Някое моле свидетельства? Будем тогда замолиться за... А, есть? Я не вижу. Не, это потом будет. Это потом. Хорошо. Давайте мы помолимся за детей. Давайте... Я тоже думаю. Давайте мы сейчас... Не, не надо. Давайте мы...